Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня у нас очередной лазерный уровень из Китая. На этот раз это модель Letter LL2. Пришла вот в такой коробке. Давайте посмотрим поближе. Сам прибор в такой сумочке. Кстати, хочу обратить внимание сразу, что очень интересная комплектация у прибора. Да, друзья, уровень шел достаточно долго, в районе месяца, но тем не менее пришел. Стоит уровень 4600 рублей. Строит вертикаль-горизонталь и лазерный отвес. Плюс комплектации много разных плюшек. Давайте посмотрим поближе. Ну вот, в принципе, вся комплектация. Сам прибор. Вот такой вы, наверное, его уже видели на Алиэкспресс. Мишенька. Кстати, очень классная мишенька. Вот такой вот крепеж в виде струбцины. И вот такой крепеж. Это мини штативчик. В целом, качество сборки довольно неплохое, но если сравнивать с новинкой FireCost 18L, то, конечно, Letter немножко уступает. Видны такие небольшие изъяны в сопряжении деталей. Резьба для крепления на штатив, по всей видимости, сделана из пластика, а не металлическая. Вот такие мелочи есть, но, тем не менее, корпус все равно интересно собран. Интересный батарейный отсек. Плотно закрывается на крышку вот такую выдвижную. То есть, попадания пыли и грязи сведены к минимуму. В комплекте идет очень качественная мишенька с двойной разметкой, как вертикальной, так и горизонтальной. Зачастую вот этой горизонтальной разметки на мишеньках нету, но она очень пригождается при устройстве различных металлоконструкций. Мишенька магнитная. Сзади есть дополнительная ножка, чтобы устанавливать на пол. То есть, очень удобная, хорошая мишенька. Из дополнительных крепежей вот идет такое интересное крепление в виде струбцины. Единственное, что прижимной винт сделан из пластика и имеет очень большой шаг резьбы. И, скорее всего, будет плохо закрепляться. Посмотрим попозже. На конце струбцины вот такое шарнирное крепление зажимается в любом положении. То есть, прибор можно установить под любым наклоном. И еще такая фишка есть в этом креплении. Вот здесь есть такая кнопочка. До щелчка выдвигаете стержень и получается такой мини штативчик. Выглядит это примерно вот так. Если требуется сложить, то нажимаете эту кнопку и складываете эти дополнительные ножки. Достаточно интересное решение, такого еще не встречал. Еще одно дополнительное приспособление. Это вот такой мини штатив, который также раскладывается. И также, нажимая на эту кнопку, можно менять угол положения вот этой платформы. То есть, у этого лазерного уровня, у леттера, предусмотрена функция работы под наклоном. Устанавливаете сюда прибор и задаете любой наклон. Тоже, конечно, интересное решение. Но, тем не менее, получается, что в комплекте два мини штатива. Лучше бы один мини штатив заменили на какое-нибудь магнитное крепление. Было бы намного интересней. Так, друзья, ну давайте попробуем закрепить его на струбцине, к примеру, на дверях. Посмотрим, как будет держать. Вот о чем я и говорил. Широкий шаг как-то неуверенно закрепляет. Но, тем не менее, прибор крепится. Шарнир крепит довольно крепко. То есть, в любое положение можете поставить прибор уже. Ну, на самом деле, интересное крепление. В принципе, оно работает. Закрепить можно практически везде. На дверях, на столе, на стуле, на ручке. Насколько хватит фантазии. Так, ну давайте, друзья, вставим батарейки и посмотрим, как он работает, как он светит. Сравним его лучи на разных расстояниях. Так, друзья, вот я вставил батарейки. Давайте разберем клавиши. Эта клавиша отвечает за переключение плоскостей и точек по отдельности. Эта клавиша отвечает за режим работы с приемником. Да, друзья, забыл вам сказать, у уровня помимо точек отвеса есть еще две дополнительные точки вправо-лево. Это вот эта точка и вот здесь точка спрятана за тумблером. Она показывается только в том случае, если компенсатор разблокирован. Если работать в режиме заблокированного компенсатора, то одна из боковых точек не видна. Получается, что у уровня четыре ортогональных точки. В принципе, это еще один плюс по сравнению с FireCost 18L. Так, ну давайте включим и посмотрим. То есть, вот сейчас компенсатор заблокирован. Все равно прибор можно включать. Первое нажатие загорается горизонт. Линия очень яркая. Второе нажатие загорается отдельный вертикаль. Третье загорается крест без точек. Четвертое нажатие загорается только точки отвеса вверх-вниз. Боковые точки при этом не загораются. Следующее нажатие загорается только боковые точки. В данном случае одна. Сейчас компенсатор закрыт. Следующее нажатие загорается только точки без линий. Все точки. То есть, и точки отвеса, и боковые точки. Следующее нажатие загорается все вместе. То есть, и горизонт, и вертикаль, и точки все. И последнее нажатие выключает уровень. То есть, все выключается. После толчка или включения прибор устанавливается в районе 3 секунд максимум. Да, если диапазон компенсатора превышен, то есть, наклон слишком большой, и компенсатор не может сам выровняться, то нивелир начинает просто вот так вот мигать быстро-быстро. Да, кстати, есть еще одно преимущество перед Firecore 518L. Обзор, кстати, который вы можете посмотреть по ссылке в правом углу. Это точка отвеса вниз. То есть, у Firecore, когда прибор ставите на пол, ее не видно. А у Леттера сделана специальная выемка. То есть, точку видно отчетливо, ее свободно можно разметить карандашом. Так, ну давайте сравним линии Леттера с линиями Firecore 118L на разных расстояниях. На 5 и 12 метрах. И посмотрим, как они различаются. Так, друзья, ну вот я поставил на расстоянии 5 метров от стены. Сверху идет Леттер, снизу Firecore. Слева Леттер, справа Firecore. Видно, что Леттер немного будет поярче, чем линии Firecore. Но по толщине они, в принципе, все одинаковые. Чуть менее двух миллиметров. Давайте посмотрим, какая ситуация будет на 12 метрах. На 12 метрах ситуация такая же. Леттер намного ярче, чем Firecore. Особенно вертикаль. Но по толщине линии одинаковые. В районе 3-4 миллиметров. В общем, друзья, уровень за свои деньги очень неплохой. Хорошая комплектация, очень яркие линии, неплохой функционал. Поэтому, кого заинтересовал такой прибор, можете брать смело. Смотрите также краткое сравнение. Леттер ЛЛ2 против Firecore L118. Кратенько разберем по пунктам плюсы и минусы того и другого прибора. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok